По случаю празднования столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви в России с визитом находится патриарх Александрийский всей Африки Феодор II. Наследник престола святого апостола Марка посетил Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Почетного гостя в стенах Академии встречали митрополит Санкт-Петербургский и Вадожский в Арсенофии, реактор Академии, архиепископ Петерговский Амвросий, преподаватели, сотрудники и студенты учебного заведения. Для нас огромная честь и благословение принимать сегодня здесь, в Духовной Академии вас, наследника престола святого апостола Марка, святелей Кирилла Афанасия Александрийских, человека, который носит необыкновенный патриарший титул, который прозвучит еще сегодня в этих стенах. Но прежде всего мы знаем о вас, как о великом миссионере и удивительном литурге. В ответном слове патриарх Александрийский сказал, что 30 лет назад, будучи еще молодым человеком, он уже сидел в этом зале Академии и на протяжении всех этих лет желал вновь оказаться здесь, пообщаться со студентами. Предстоятель рассказал об особенностях служения на африканском континенте, которая подразумевает непрестанную миссионерскую деятельность и проповедь. Постоянно спрашивают, я им отвечаю и отвечаю даже до утра. Я тебе охрану, что ты на африке стаматай. Потому что время в Африке останавливается. Учащимся был показан фильм о патриархе, его миссионерской деятельности. Встреча его млаженства со студентами получилась живой и эмоциональной. В ходе общения посмотрели на патриарха Феодора и поняли, что это позитивный человек, очень живой, очень общительный. Посмотрев фильм, также убедились в том, насколько непроста ситуация в Африке, в той канонической территории, которую он окормляет. Но при этом она насыщена от его деятельности, прежде всего, любовью, архипастерской любовью, миссионерской деятельностью. И всегда такие люди для нас являются неким маяком. Маяком, который ориентирует нас в дальнейшем в жизни нашей пастерской деятельности. По завершении архиепископ Амвросий от имени ученого совета Санкт-Петербургской Духовной Академии вручил его блаженству во внимание к трудам просветительской и миссионерской деятельности в память посещения Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви медаль апостола и евангелиста Иоанна Богослова Первой Степени, а также икону святого благоверного великого князя Александра Невского. В качестве поздравления с наступающим Рождеством мужской хор Духовной Академии исполнил для Александрийского патриарха калятку «Небо и земля».